Матчем Россия-Бельгия Матчем Россия-Бельгия В первую очередь мы уже пришли к точке, с которой мы готовим непосредственно само мероприятие, сам футбольный матч, сами футбольные матчи все. Поэтому мы подвели итог подготовительной работы. Мы понимаем, что остались только такие штрихи, как украсить город, забрендировать его, оформить так называемую последнюю милю, это прилегающую территорию к стадиону. В целом, в принципе, подготовка к Кубку конфедерации идет в рамках комплексного плана, в сроке, утвержденном в комплексном плане. Администрация города Сочи выполняет достаточно большие функции. Есть государственная программа Краснодарского края, есть муниципальная программа. И в рамках этих программ администрация города Сочи выполняет от транспортной логистики функции до медицины. Ну и, конечно, все, что связано с инфраструктурой города Сочи. Поэтому, я думаю, та работа, которая проведена, она сейчас нам какие-то вещи уже покажет на тестовых предстоящих матчах. Ну и, конечно, в целом, весь комплекс подготовительный будет запущен уже непосредственно в июне месяце на Кубке конфедерации. Ну, скажем так, уверен, что приехавшие к нам болельщики, гости, они получат незабываемые впечатления непосредственно от гостеприимства, получат от инфраструктуры города и от красоты, которая будет сейчас обеспечена в ближайшее время. Подробнее еще расскажем, что входит в обязанности города при проведении такого международного турнира. Ну, как я сказал, основное, наверное, это все-таки транспортное обеспечение, это возможность свободного доступа к стадионам. Усилены будут ЖД электрички наши, будет до 70 электропар, усилены будут автобусы, общественный транспорт. Предусмотрено достаточное количество парковочных мест возле Олимпийского парка, которые позволят пребывать болельщикам на личном автотранспорте. Но вместе с тем сразу хотелось бы обратить внимание, что желательно воспользоваться общественным транспортом, либо приезжать за 4-5 часов до матча. Потому что все-таки 40 тысяч зрителей одновременно, это достаточно большое количество. И как бы мы ни делали транспортную логистику, это будет все равно скопление людей. Для этого нам необходимо, конечно, будет их развести. Это медицинское обеспечение. На всех мероприятиях, на всех матчах и между матчами у нас должна быть обеспечена достаточным образом медицина, чтобы в случае возникновения каких-то ситуаций мы могли оперативно отреагировать. Будут задействованы все наши больницы городские, ну и в частности, в первую очередь, это адлерские будут задействованы, которые готовятся, проводят тренировки. Далее идет работа по линии ГО и ЧАЭС, о том, чтобы у нас все-таки с этой стороны не было проблем. Безусловно, серьезные выполняются функции по безопасности. Увеличивается количество, приобретается Краснодарским краем дополнительное количество автобусов, которые выйдут на линию уже в городе Сочи. Будут дополнительные шаттлы, установят остановочные павильоны, дополнительные будут на территории Олимпийского парка. Далее, по направлениям деятельности, озеленение будет усилено непосредственно в ближайшей территории к стадиону Фишт. Будет повышенное содержание, уборка улиц. Безусловно, сейчас уже идет серьезная работа. Это по приведению к единому архитектурному облику улиц, которые мы называем зоной гостеприимства. Сегодня они определены главой города. Это 73 улицы. И думаю, что они, как и в Олимпийские игры, будут радовать глаз нашим болельщикам. Особое внимание уделяется также безбарьерной среде. Это на случай, если люди посмотреть захотят матч с ограниченными возможностями здоровья. В принципе, вот этот спектр весь вопросов, он отражен в комплексном плане, отражен в муниципальной государственной программе по подготовке к Кубку Конфедерации. И это все будет реализовано. Ну, в какой-то степени уже что-то реализовано, что-то на какой-то стадии. Но в целом мы к 15 июня завершаем все мероприятия. Безусловно, особое внимание, как я уже и сказал, уделяться будет баннированию, так называемое, украшениям города. Это будут различные цветочные клумбы по городу. Это будут красивые разметки, красивые баннеры висеть, особенно на территории Олимпийского парка и вокруг Олимпийского парка. Будет отработана по всему городу навигационная система, чтобы была возможность свободного доступа. Ну, и, конечно, это все будет в таком стиле FIFA. Это будет все красиво. Поэтому, безусловно, каждый, кто попадет в город Сочи, будет видеть и жить, что город живет подготовкой и проведением футбольного события. 10 марта стадион «Фиш» проинспектировал вице-премьер Виталий Мутко совместно с губернатором Крайвини Амином Кондратьевым. До этого в городе была комиссия FIFA. Ходом работ все довольны. А вот как прошла последняя инспекция, предлагаю посмотреть прямо сейчас. Строительные работы на стадионе завершены. Что необходимо доделать, сегодня лично проверил вице-премьер. С инспекцией Виталий Мутко осмотрел служебные помещения, интересовался системой контроля и видеонаблюдения, поднялся и на дополнительно оборудованные трибуны. Я думаю, что однозначно на таком красивом стадионе будет красивая игра сборной России. С вашей легкой руки. Да, нет, ну даже не сомневайтесь. Команда сейчас будет готовиться. Для нее тестовый матч хороший, открытие стадиона. Большинство систем, обеспечивающих работу стадиона, уже сегодня готовы к эксплуатации. Вскоре спортивной арене предстоит выдержать первое испытание. Проделана колоссальная работа, администрация и края, адаптирован стадион. Решены многие вопросы, которые требовали решения. Естественно, конечно, стадион получил свидетельство уже о вводе в эксплуатацию. Общестроительные работы все завершены. Сейчас оформляется сертификат. Я думаю, что это будет высшей категории, которую получит он со стороны Российского футбольного союза. Объект внесен в реестр спортивных объектов уже страны. К открытию матча организаторы готовят программу. Будущее представление обещает быть ярким. А болельщикам, причем не только российской команды, но и команды гостей, предстоит оценить масштаб мероприятия. Открытие стадиона, как и открытие товарищеского матча, будет очень красочным, ярким. И кубанский казачий хор исполнит и гимн России, и гимн Бельгии. Я думаю, это будет очень интересно. И своим бельгийцам услышать гимн Бельгии в исполнении кубанского казачьего хора. До 15 марта мы получим лицензию РФС и паспорт безопасности. Он полностью готов к проведению и товарищеского матча Кубка Конфедерации на самом высоком уровне. Весь край задействован в подготовке к международному тестовому турниру. Администрация края играет ключевую роль вообще в подготовке как к тестовым матчам, как к Кубку Конфедерации, чемпионату мира. Поскольку существует организационный комитет на уровне нашего субъекта Российской Федерации, возглавляет этот организационный комитет губернатор Краснодарского края Вениамин Иванович Кондратьев. Безусловно, все задачи, которые идут от федеральной власти по организации, они все перепроходят через субъект России, а потом уже где-то в какой-то части подключается город Сочи. Поэтому основной здесь, скажем, исполнитель всего – это, конечно, субъект Российской Федерации. Мы уверены, что уже тестовый матч, который будет 28 марта, он позволит сочинцам, как сказал губернатор, не только насладиться замечательной футбольной игрой, но и посмотреть концерт, который, возможно, состоится с участием кубанского казачьего хора. В принципе, все это сделано для того, чтобы каждый, приехавший в город Сочи, еще раз захотел приехать сюда, ну и будет хорошая такая атмосфера. А сейчас мы понимаем, что март месяц, да, видим хорошую погоду. Но мы уже все в нетерпении, с нетерпением ждем уже этот июнь. Я уверен, что это будет вообще замечательная погода, которая позволит всем насладиться не только уже игрой, скажем, игрой футбольной и окунуться в эту атмосферу футбольного счастья, но и, конечно, ощутить все прелести нашего города Сочи, ощутить море, ощутить эти красоты. Не только для нашего города и для нашего Краснодарского края это большое событие, это большое событие для всей страны, все-таки будет играть наша сборная страны. Поэтому мы здесь ждем, готовимся. Сегодня мы готовим непосредственно этот матч, готовим возможность подъезда, возможность все-таки комфортного пребывания всех зрителей, тем более, что это зрители не только сочинцы и жители Краснодарского края, но это в большей части свои. Со всей страны будут приезжать люди. Понимаем, что это вторник, и тем не менее на сегодняшний день большие перспективы, по продажам билетов. То есть еще раз подчеркивает о том, что это такое знаменательное событие, очень интересующее наших зрителей, наших болельщиков сборной России по футболу. Но еще, как стало известно, 2 мая в Сочи пройдет финал Кубка России по футболу. Это тоже тестовые соревнования перед Кубком Конфедерации. А для города это дополнительная нагрузка или генеральная репетиция? Ну, все тестовые матчи – это и есть генеральная репетиция Кубка Конфедерации. У нас будет три матча. Первый матч, я как сказал, 28 марта Россия в Бельгии играет. Потом планируется у нас 27 апреля сыграет Волгоградский ротор с футбольным клубом Сочи. И 2 мая уже будет финал Кубка России по футболу. Безусловно, для нас все матчи, они серьезные. И один из них, как бы вы ни говорили, но это все-таки футбольный клуб Сочи будет играть на таком стадионе, на фиште, на котором уже в ближайшее время будут играть лучшие команды мира. Для нас это очень так почетно. И я думаю, это один из стимулов передвигаться в первые дивизионы. Ну вот действительно, кстати, еще Виталий Мутко отметил, что нужно максимально загружать стадион, развивать футбольные клубы. И, как вы и сказали, чтобы в городе Сочи был клуб в первом дивизионе. То есть есть такие шансы? Ну безусловно, я уверен, что те же футболисты выйдут буквально первые, скажем, да, потоптать эту траву. Я думаю, просто даже от этой атмосферы, от атмосферы этого матча, от ощущений, у них будет достаточно большой стимул все-таки играть таким образом, чтобы попасть как минимум в первую дивизион. Билетная программа наверняка идет очень активно, но нужно сказать, что помимо билета еще нужно, чтобы попасть на матч, нужно получить паспорт болельщика. Где это можно сделать в Сочи? В настоящее время, это центр выдачи паспортов болельщика, расположен в Море-Моле. Непосредственно дам достаточное количество окошек, которые можно прийти и без очереди свободно получить. В первую очередь, необходимо для получения паспорта болельщика наличие билета. Второй момент, буквально в ближайшем будущем мы планируем, что еще будет открыто два или три даже центра. Они будут открыты на территории Олимпийского парка и прилегающих к Олимпийскому парку территориях. Это уже будет связано с тем, что болельщики, которые приедут с билетами, для того, чтобы они не ходили по городу Сочи уже, не выискивали, где это все-таки находится, они получили непосредственные близости от стадиона. Но еще самый момент, который я не отметил ранее, что у нас схожая с Олимпийскими играми ситуация будет в городе в момент проведения Кубка Конфедерации, возможность всех болельщиков, имеющих билет, свободно передвигаться на общественном транспорте, безвозмездно. Такой очень важный момент, который отражение нашел в федеральном законе о подготовке к Кубку Конфедерации к чемпионату мира. Подготовка к Кубку Конфедерации – это и подготовка инфраструктуры города в целом, о чем мы уже сказали. Но даже весь транспорт у нас будет украшен эмблемами турнира FIFA. Скажем, не весь транспорт. Есть у нас маршруты по направлению к стадиону. Эти основные маршруты утверждены Министерством транспорта Российской Федерации. И, конечно, многие автобусы, которые будут по этим маршрутам, они украшены. Если вы обратили внимание, мы уже ранее их пытались, не то что пытались, украсили. Но открою секрет, что по городу будет даже 4 автобуса ездить, которые будут полностью, скажем, украшены в символику FIFA. FIFA – это уникальное зрелище. Поэтому, я думаю, каждый человек, который захочет побывать на Кубке Конфедерации или Чемпионата мира, безусловно, также захочет прокатиться в таком автобусе. А что вообще у нас с развитием футбола в городе Сочи? Ну, что? У нас, как ранее существовал центр по футболу при Департаменте спорта, физическая культура администрации города Сочи, то с нового года в рамках изменений некоторых нормативных актов федеральной этот центр переименован, теперь это спортивная школа номер 10. Мы в начале этого года собрали, скажем, всех функционеров футбольной жизни города Сочи, провели большое совещание и приняли решение, что все-таки теперь с этого года единым центром принятия решений о подготовке, о проведении соревнований будет все-таки эта спортивная школа номер 10. Чтобы не было никакой разношерстности, чтобы у нас был единый подход подготовки у всех, и спортсменов, и возможность выезда на соревнования в Краснодарский край, для этого мы такое решение приняли. Все это решение поддержали, и федерация по футболу города Сочи приняла решение. Поэтому, я думаю, это только позитивное направление, нами принято, и уверен, что это позволит увеличить количество занимающихся. Тем более, с каждым днем интерес растет в связи с предстоящими событиями большими в городе. Мы сегодня имеем уже официально занимающихся более 700 детей, но планируем, что по истечении чемпионата мира в 2018 году мы уже получим 2500 детей. Каким образом? Только желаний, конечно, недостаточно. Нам необходимо развивать инфраструктуру, базы. У нас мы имеем возможность получить после чемпионата мира в Адлерском районе два футбольных поля, которые будут задействованы, как тренировочные поля. Далее, в ХОСТе мы уже подписываем договор о безвозмездном использовании стадиона «Локомотив». То есть там будет футбольное поле использоваться, наши спортивные школы. В планах у нас в 2018 году осуществить строительство футбольного поля в Хостинском также районе на улице Челтанхема. И есть у нас еще потенциальное поле, которое мы планируем развивать. Сейчас рассматриваем вопрос по изысканию средств. Вот это тоже Хостинский район, Краево-Армянская в том районе. Также мы планируем все-таки, наверное, к концу этого года, либо в начале следующего года создать отделение по пляжному футболу. Ну и безусловно, это возникнет необходимость и сразу перспектива строительства. Пока еще не определились, это строительство тоже песочного поля, на котором осуществлять полноценного, которое могло бы позволить принимать и проводить крупные событий и соревнования по пляжному футболу. Поэтому, в принципе, перспектива у нас есть, мы знаем, к чему стремиться. Достаточно хорошо сейчас развивается это направление. Я думаю, все те события, которые приходят в наш город, они только лишь поддерживают нас и уверены, что у нас все получится. Это здорово. Но еще в Сочи стартовала программа для молодежи «Вся Кубань играет в футбол». Там придумана масса конкурсов для населения. Вот как ожидаете, много будет участников? Ну, в первую очередь, здесь изъялись депутаты. Это депутаты, в первую очередь, толкают это направление. Конечно, получится, потому что депутаты – это представители общественности. И с их помощью, с нашей помощью мы сейчас вовлекаем в этот процесс достаточно большие активы. Полностью, конечно, задействовано управление образованием по направлению футбол. Поэтому я думаю, что мы получим достаточно хороший результат. И всем хочу пожелать, что вы играете в футбол. И личный вопрос. Вы сами футбольный болельщик? Есть любимый клуб? Вы знаете, я футбольный болельщик, наверное, тогда, когда вижу красивый футбол. Это, как правило, почему-то международные соревнования проходят. Действительно, болею только за ту команду, которая хорошо играет. И какие ваши прогнозы относительно России на Кубке Конфедерации? Ну, я не могу прогнозов ставить, но болеть будем за Россию. Сергей Валерьевич, большое вам спасибо за участие в нашей программе. Всего вам доброго. До свидания. Напомню, гостем нашей программы сегодня был заместитель главы города Сочи Сергей Юрченко. Будьте в курсе всех событий города Сочи. И всего вам самого доброго. Одежда ведущей предоставлена мультибрендовым магазином российских производителей «Сезоны». Это новые тенденции, качественные материалы и безусловный комфорт. Найдите свой стиль по адресу улица Парковая, 17. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА